Господин министр Федоров Николай Васильевич всегда бойко и достаточно оптимистически докладывает о состоянии дела в сельском хозяйстве так, что действительно кажется, что там все распрекрасно. Синограммы предыдущих его выступлений я сравнил перед вчерашним выступлением и увидел, что ни одно выступление, которое он был на правительственной части, не меняет ни по стиль, ни по характеру, ни по изменению отношений. Ему бы вчера надо было приходить не с красивыми цифрами, как это было им в очередной раз доложено. Кстати, в российской газете весь материал был опубликован, мы его изучили. А ему надо было сказать, каковы проблемы в сельском хозяйстве, что на сегодняшний день не решается в его министерстве и в преддверии весенних сельскохозяйственных работ. И какие необходимы действительно решения со стороны парламентариев, депутатов, может быть в законодательном плане, может быть в изменении и внесении поправок в федеральный закон бюджет страны, если не хватает средств. А средства действительно ограничены, хоть он и вчера говорил, что только 5% ему сократили, а в целом вроде бы его ни в чем не обидели. Я еще раз связывался с сельхозработниками, именно с сельхозработниками, и не с рядовыми рабочими, которые, так скажем, знают свою специальность, а с руководителем сельхозпредприятий спросил, к вам поступили деньги поддержки для весенних полевых работ? Нет, не поступили. О чем он говорит? Какие деньги? Да, цифры обозначены. В конце января он обозначил цифры. Но они еще не поступили до сельхозпредприятий. А сельхозпредприятия уже сегодня практически начали весенние полевые работы. Эти деньги должны были поступить не позднее, а с января месяца, сразу после зимних каникул. Вот это я понимаю тогда министр на своем месте. А сегодня это болтовня и разговоры на пустом месте. Я не говорю уже о кредитах. Кредиты возвратить нечем, взятые в 2013 году, потому что прибыли предприятия не получили, возвращать нечем. Надо отсрочку. А отсрочку дали всего-навсего на полгода. И та сумма возврата, которая должна быть возвращена в течение года, она сегодня сжалась до полугода. И суммы выплаты увеличились, и последние деньги им приходится отдавать банкам. Плюс ко всему еще процентную ставку, которую должен погасить был господин Федоров через господдержку, до сих пор не погашены. Вот о чем надо говорить. Редактор субтитров А.Семкин